Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будут запеченные роллы, которых давненько у нас не было. Я знаю, что я уже всех достала с этим сетом, просто дело в том, что это мой любимый сет, я просто обожаю эти роллы. И еще есть такой момент, что у нас в Паку нету такого разнообразия всяких роллов, как, например, в России или в Украине. Все страницы вообще, все рестораны готовят почти одинаковые роллы. Это Калифорния, Филадельфия и запеченные роллы, поэтому, к сожалению, придется вот каждый раз снимать их. Дали мне палочки. Ой, прям аж волнуюсь. Кстати, я с новой прической, с новой кофточкой. Я столько наряжалась сегодня перед видео, но понимаю, что меня вообще не видно. Но ничего, они обалденные. Господи, что происходит? Вот. Очень мне нравится. Здесь такая шапочка, она очень вкусная. И здесь просто рис, по-моему, и крабовая палочка. Пробуем. Очень вкусно. Насчет микрофона. Это новый микрофон. И немножко вот этого чавкания здесь слышно сильнее, потому что он суперчувствительный. Но в комментариях люди поделились на два лагеря. Кому-то нравится, наверное, АСМР, поэтому нравятся вот такие вот звуки, а кому-то совершенно нет. Так вот. Я стараюсь тише кушать. Но снимать на другой микрофон я не могу. Потому что он испортился. Я могу на него снимать, но какие-то посторонние звуки бывают. Какое-то жужжание. Это очень неудобно. Даже в комментариях я заметила, что люди пишут, что это за звук на заднем плане. Это все из-за микрофона. Вот как раз из-за того, из-за этого я поменяла микрофон. 26 штук. Мне кажется, в таком ракурсе я еще ни разу роллы не снимала. Все вот вам видно. Я буквально 2 часа назад смотрела видео какого-то американского блогера. И у нее был настолько красивый образ. Красная помада. Вот так вот зализаны волосы. Это меня просто смотивировало тоже так нарядиться. Она действительно выглядела просто потрясающе. Очень красиво. У нее где-то подписчиков уже за миллион. Я подумала, почему бы самой тоже так не сделать. Мне кажется, смотрится очень красиво. Я думаю, вообще чаще буду вот так вот собирать волосы. У меня сзади просто вот хвостик. И все. У нее тоже, знаете, такие длинные сережки были. Я прям влюбилась в нее. Кстати, мне в последнее время, я почему-то очень сильно боюсь, что ко мне не придет моя кнопка. Еще до кнопки осталось 9 тысяч. Я уже начала переживать по этому поводу. Вообще, у меня в жизни всегда так бывает, когда я очень сильно чего-то хочу. Это, как правило, не происходит. Или происходит с максимальными просто затратами. Если честно, чую одним местом, что кнопка ко мне так и не приедет. Почему я так думаю? Я могу объяснить. А когда вы регистрируетесь вообще в YouTube и получаете монетизацию, так скажем, вы подтверждаете свой адрес, подтверждаете свою личность. Из Google вам приходит письмо на ваш адрес с кодом. Этот код вы должны вывести в AdSense, то есть в YouTube. Этот код всего приходит три раза. Если в течение трех раз вам код не пришел, то все. Канал просто можно закрывать. Мне первый раз не пришел код. Я уже, если честно, распереживалась. Я думаю, уже вторая попытка. Все серьезно и так далее. И тогда я попросила одного своего знакомого, чтобы письмо пришло на его адрес. Так как я живу в новостройке. Может быть, из-за этого почта не очень разбирается. И поэтому письмо никак не доходит. И так получилось, что на его адрес письмо пришло. И скорее всего, кнопку они тоже будут присылать на этот адрес. На подтвержденный адрес, понимаете? А это знакомый. Мы с ним работали вместе. А сейчас мы не работаем вместе. Говорят, что он где-то за границу уехал. То есть вообще не факт, что я эту кнопку вообще получу. Это очень печально на самом деле. Ну, я не теряю надежду, что, наверное, у них будет мой номер, телефон. Или как-то смогут со мной связаться. Все-таки это почта же. Но у нас почта работает настолько плохо, что, не знаю, даже в чудо верить или нет. Поэтому, когда люди говорили про Кейт Яп, я в это совершенно не верила. Потому что вы знаете, сколько мороки вообще с этим YouTube-каналом. Нужно подтверждать свой адрес, подтверждать свою личность. Если бы ее там держали в плену. Не знаю, это бред, на мой взгляд. Ну, просто типа хайп, да, на этом. Как бы зарабатывать. Все. У нас певец есть в Азербайджане. Его зовут Узеер. Я не знаю, может быть, в России кто-то его знает. Так вот, у него на странице вышло видео, где он в инстаграме, на странице, распаковывает золотую кнопку. Представляете? Вообще, молодец, я считаю, золотая кнопка. Это на самом деле очень тяжело, трудно. Я пока что не мечтаю даже о золотой кнопке. Вот реально, мне просто не верится, что у меня когда-нибудь будет золотая кнопка. Вот в серебряную я верю. Мама говорит, нельзя так говорить. Вот если ты не веришь, у тебя это не получится. Нужно прежде всего верить в себя. Ну, блин, 100 тысяч я набрала за год и 3 месяца. Уже, говорю, набрала. Как будто уже все готово. Ну, приблизительно, я так думаю. Это получается для миллиона. Мне еще надо 10 лет. 10 лет пахать. Вот. Так что, поэтому это просто мечта. Ну, 100 тысяч это реально. Итак, давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Вот интересный вопрос. И как раз я вам сейчас историю расскажу. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Я, если честно, раньше думала, что существует, но сейчас уже думаю, что нет, не совсем существует. У меня был друг, с которым я общаюсь с детства. Я всегда думала, что мы просто друзья и так далее. Прошло, наверное, лет 7, и потом он мне сказал, что у него есть чувство ко мне, и если бы у него была бы возможность, то он бы женился на мне. Но если честно, до меня не очень дошло, что значит, если бы у меня была возможность. Девушка, даже не автомобиль или квартира в центре города. Очень острая. Я не люблю острые, но это я тоже думаю до поры до времени. Потому что роллы я тоже когда-то не любила. А сейчас я просто бью себя в голову кулаком и думаю, как ты могла, Айка, это не любить просто. Каких-то близких друзей у меня сейчас нету. Есть знакомые. Вообще у меня парень очень ревнивый в этом плане. Очень. Он считает, что главным другом в моей жизни должен быть он. И все. Подруг у меня может быть много, но друзей не должно быть. Вот так вот и живем. Давайте этот пододвинем сюда. Я прям не заморачивалась, знаете, мне принесли прям роллы вот в этом вот. Я прям так и поставила перед собой. Последний вот такой вот ролл. Ой, господи, я макаю в закрытый. Думаю, что он не заходит. Следующий интересный вопрос. Брату понравился твой выбор в отношениях. Во-первых, начнем с того момента, что мой брат и мой парень, они не знакомы лично. Они знакомы как-то заочно. Кое-что мой парень знает про моего брата, и мой брат знает про моего парня. Но мой брат всегда мне говорит, что не спеши выходить замуж. То есть, ты еще молодая, еще вся жизнь впереди. Самое главное это карьера. Мой брат считает, что мне еще рано выходить замуж. Он всегда говорит о том, что вот ты выйдешь замуж, у тебя будут дети, ты забросишь YouTube. Сейчас самое время тебе развиваться. А так мой брат отнесся нормально. Так, по фотке, что можно сказать по фотке? По фотке особо ничего не скажешь. Мой брат из тех людей, которые, если ему категорически человек не понравится, он мне может там в грубой форме это сказать. Он не то чтобы, знаете, вот постеснялся, ой, она воспримет как-то неправильно. Вот если ему не понравится мой выбор, он мне напрямую это скажет. Он скажет, слушай, это вообще не наш человек, он тебе не подходит, и не общайся с ним. Опять же, запретить он мне не может. Но для меня его слово это авторитет. Опять же, все домашние хотят, чтобы я была счастлива, правильно? И если они видят, что я счастлива, все круто, то есть, почему они должны быть против? Так же и я, если мне, например, не понравится выбор моего брата, я никогда не буду ему навязывать свое мнение. Как-то один раз мы с мамой хотели свести моего брата с одной девушкой. Очень красивая девушка, очень умная. Она тоже живет вот в Баку. И мы хотели его познакомить, и он категорически сказал, что не хочет. Не потому, что он не хочет семью и все такое. Он замечательно относится к семье. Просто ему кажется тупо, когда родители знакомят и так далее. Он говорит, что я сам в состоянии с кем-то познакомиться. Он сказал нет, и мы как бы настаивать тоже не стали. Потому что у меня, знаете, брат такой человек. Вот ему говоришь, говоришь, говоришь что-то, да. Он сидит, типа тебя слушает, слушает, а потом так встает и говорит, да понял, я понял. То есть ему трудно что-то вдолбить, если честно. Он больше, он имеет свое мнение. И для него всегда, его мнение, оно всегда в приоритете. И что бы ты ни говорила, он просто послушает себя, но сделает так, как он считает правильным. Следующий вопрос, когда видео про расхламление. Если честно, в последнее время я особо ничего так не выбрасывала. Опять начала собирать пустые баночки. В прошлом году весь год собирала мусор, чтобы в конце года снять видео. Потом, как вы думаете, что я сделала? Выбросила все эти баночки. В этом году то же самое. Я собираю пустые баночки. Думаю, в конце года сниму видео. Потом нифига. Вообще, в моей коллекции косметики нужно сделать конкретную зачистку всего. Вот я думаю, снимать, не снимать. Ну, вы все напишите снимать. Я знаю. Просто знаете как? У меня камера я не очень хорошо разбираюсь в настройках. И вот, когда я начинаю, снимаю что-то вблизи, сразу как бы фокус теряется. Не знаю, что даже делать с камерой. Нужно полазить в настройках и исправить. Я про то, что на камере Canon есть баланс белого узнала вообще через полгода. Представляете? Это самая главная фишка у Canon. То есть, я в технике не особо шарю. Как быстро я съела. Раньше, если честно, мне было очень тяжело съесть этот сайт. Но сейчас я даже, смотрите, даже не запивала, потому что я осталась голодная. Очень-очень вкусно. Обожаю просто этот сет. Минутка позора. Смотрите, здесь видно, на чем стоит у меня всегда еда. Это коробка. Другого какого-то варианта я не придумала. В общем, как-то так. Спасибо, что покушали вместе со мной. Обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас очень сильно люблю. С вами была Лайка Эмили. Всем пока!